Как правило, в исторических усадьбах, пытаясь воссоздать быт бывших владельцев, заботятся о внешнем виде зданий и парадных интерьерах. А о таких вещах, как, например, кухня, часто даже не задумывается. А ведь это важная часть жизни любой семьи. О ней нам рассказал главный научный сотрудник Музея-Заповедника Горки Ленинские Евгения Снеговская. Подобные помещения очень плохо сохранялись. И надо сказать, что у нас-то, в общем-то, тоже сохранилось все это в очень плачевном состоянии. Но было принято решение художниками, научными сотрудниками восстановить это помещение. Кухня расположилась в подвале южного флигеля усадьбы Горки. Конечно, практически все вещи здесь подобны тем, что когда-то использовались поварами. Но часть экспонатов восстановлена. Например, голландская печь. И за этим, в целом, нехитром атрибуте большая история. Голландские плиты появились в России с конца 18 века. Это как раз период, когда во Франции случается Великая Французская революция, после которой многие французские повара кинулись в Россию для того, чтобы работать у как раз-таки известных и именитых вельмож. У нас здесь есть такой импровизированный француз как раз. Из-за перехода с русской печи на голландскую изменились и кухонные принадлежности. Это сейчас сковородки и кастрюли нам кажутся привычными предметами. Но когда-то все было иначе. Вместе с голландскими плитами появляются в России и кухонная утварь. Это различные сковородки, кастрюли, которые использовались именно для голландских плит, а не для наших русских. Если русская печь наша использовалась и для обогрева помещения, и для просушки одежды, да и для ночлега часто в избах использовалась печь русская, то голландская огневая плита использовалась исключительно для приготовления продуктов. Еще один уникальный объект, непосредственно связанный с кухней, это подземный переход. Если в западной архитектурной традиции это было развито, для России он стал своеобразным революционным решением. Горки – это сверхсовременная усадьба, загородная усадьба для начала 20 века. Здесь было электричество, телефонная связь, ну и многое другое, что создавало удобство, комфорт не только хозяйке, но и обслуживающему персоналу. Поэтому подземный переход в Горках есть, и, к счастью, он сохранился, используется и доступен сегодня нашим посетителям. На улице между Южным флигелем и домом расположено несколько объектов, похожих на колодцы. Но это окна, через которые вниз попадает свет. Таким образом, через подземный ход пища попадала в подвал большого дома. Здесь стояли столы, где раскладывали порционно уже некоторые блюда. Возможно, проходила какая-то предсервировка к столу уже, к барскому. Ну, а также здесь мы видим предметы сантехнического назначения. Это раковины, сантехника. В доме у Зинаида Григорьевны Морозовой была вся английская. Все это увидеть своими глазами может любой желающий. А подробную историю кухни и других объектов расскажет аудиогид. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.